шалом вы слышите подкаст чё там у евреев еженедельный подкаст о главных событиях в израиле и в резком мире с вами макс лев и маша привет привет да вы нас не видите только слышите все потому что у нас герметичный локдаун карантин и мы не можем покидать свои дома а живем мы не вместе если вы вдруг не знали этого вот поэтому записываемся удаленно и спасибо яше который будет все это сводить да если будет плохой звук скорее всего он будет хуже чем обычно вот то мы записываем все это на диктофоны в носках вернее не мы в носках диктофона в носках хотя тоже ладно а да ну вот видите у льва все еще в голове и в ногах нет можешь оставить это при себе пусть люди сами дофантазируют давайте начнем с 5 минутки рефлексии маш как ты встретила новый год чем ты что ты провела как ты провела неделю после нового года блин это еще мы с нового года прям не виделись я думала я уже рассказала что я никак не встретила это был самый грустный день моей жизни так это значит сейчас надо с этого начать но в общем я ну как я не то чтобы прям никак не встретила не то чтобы прям грустный я вышла к своей хорошей подруге которая живет в пешей доступности вот и мы отпраздновали у нее дома в маленькой приятной компании и все потом я пришла домой захватывающая история я знаю что мне с такими нужно вести слушай но на герметичном карантине мне кажется вполне нормально встретила да вот и все а потом наступила зима в израиле 23 градуса да аномальное тепла и туман был очень крутой туман и я в один день я встала всем утра специально чтобы пойти и пофоткать туман и вообще это очень крутое было такое природное явление в городе дня три очень красивые по мне да фотки просто потрясающие это правда лев как ты встретил новый год слушай но я тоже встречал много дома с подругой если честно мне новый год уже достаточно давно никак не отзывается то есть я пока в израиле я его не праздновал пару раз летал в европу друзьям а так если я в израиле то я один дома сижу там ну или с кем-то вот у подруги естественно другая ситуация это был первый раз когда они не встречают его с друзьями то есть ей было ну ты не особый друг так себе человек ну конечно какой из меня друг вообще в принципе да и человек плохой ну короче сам новый год мы решили момент нового года мы решили выйти на улицу чтобы зажечь там бенгальские огни и мы хотели пойти на мост через шоссе и он только у меня около дома есть такой ну там машины ездят там прикольно он мост но пока мы шли к мосту у соседей из окна очень громко играла верка сердючка и там очень громко было застолье и мы решили остаться там и просто мы на улице зажгите бенгальские огни вот и момент полуночи встретили подверг и сердючку как знаете как дети которые на рождество на магазин смотрят из-за витрины такие подарки там дед мороз вот там был праздник семья застолье верка сердючка и мы такие обсосы с бенгальскими огнями вот так и встретили надеюсь пройдем не так отлично тебя я был в хайфе родителей вот приехали еще родственники вот мы посидели отметили новый год я помню что где-то в час ночи я уже пошел и лег спать вот что 8 45 у меня начиналась работа вот но из хороших новостей я провел как раз там где-то недельку в хайфе я смог отдохнуть от от всего что есть в тель-авиве а при не знаю чего я смог отдохнуть от людей наверное немного от других вот зато я перестал деградировать я начал читать начал читать книжку стюарта ли такой комик который очень советуют всякие саша долгополова и дениса чужие вот и прочее и я для себя понял эту тему знаете что можно ли отделять человека его отношения от его творчества вот многие же говорят там допустим про вагнера можно ли слушать музыку вагнер что он был антисемит но при этом достаточно гениальный композитор вот я для себя вычленил что я не могу отделять потому что изначально посмотрел концерт стюарта ли и мне не очень понравилось но потом начал читать книгу про него где он рассказ про свою биографию я как-то проникся и потом следующий концерт который я посмотрел понравился мне гораздо больше вот я для себя понял что если я вдруг буду выступать где-нибудь например со стендапом то я сначала распечатаю свою автобиографию раздам ее людям чтобы люди прочитали обо мне прониклись и тогда они будут лучше воспринимать все мои шутки и вообще все что я буду говорить вот это мой какой-то инсайт мое все что я понял но это вот работает работает только если тебе интересно спасибо лев что ты это сказал а не я тебе придется добавить больше историй про свою борьбу с интернет провайдерами больше туда как-то всяких таких компьютерных моментов технических как будто вся твоя жизнь это борьба с техническими компаниями построй свой бренд личный на этом я считаю карантин стал герметичным то есть перед этим он был просто просто карантин обычный типичный карантин в израиле вот но сейчас его сделали герметичным то есть локдаун полный как это было в первый в самый первый карантин наш почему это было сделано потому что несмотря на ограничения все равно число заболевших было очень большое сколько там лев было в день слушай но вот последний день я смотрел это было несколько дней назад там 8 тысяч больных в день то есть там сделали 150 тысяч тестов то есть там 7 процентов тестов положительные то есть очень много больных новых и да я хотел добавить про карантин про новый то есть но реально карантин который они вот запустили перед новым годом за неделю это конечно было просто полная колонада потому что они объявили по сути они объявили то что сейчас вступила в силу практически но по мере утверждения между министрами они давали все больше и больше поблажек то есть началось с того что оставили детей в школах во всех во всех районах то есть красных тоже оставили там открытые магазины то есть чтобы понимали там на третий день локдауна вот того с которой я просто выхожу и там работал магазин техники то есть по идее он не должен был работать он должен работать только на доставку и работа должны быть только магазины с едой вот но они все работали всем было плевать вот и соответственно реально никакого влияния на этот самый на розыболеваемость не было единственное что единственное последствие которое было так что владельцы бизнеса психанули то есть там владельцы магазинов одежды игрушек которых закрыли реально которые находятся в торговых центрах и закрыли теряю деньги при этом все остальное работает типа магазин у которых отдельный вход работали то есть все короче то есть они там устроили баррикаду из одежды в тель-авиве очень сильно психанули то есть да и ну в итоге ну в принципе я понимаю что я считаю что конечно локдаун нужен потому что ну то есть израиль не успевает вакцинировать всех кого нужно ну то есть заболевать заболевших очень много то есть наша ситуация хуже чем было перед я не понимаю чего это происходит уже все давно переболели откуда взялись все эти все эти семь тысяч в день я не понимаю уже больше чем все население как это происходит нет очень очень сильно меньше чем все население конечно ну то есть понимаешь ну и в израиле переживают за людей в том плане чтобы они все не переболели поэтому вводят карантины то есть если вы не вводили карантины должны все переболели были были вымерли но в реальности переболевших не так много ну то есть я сейчас не помню цифры ну то есть допустим если переболела там за все время допустим там 300 тысяч человек что мне кажется много слишком то есть только не переболела но 300 тысяч это сколько это процента 3 это всех людей израиля вот то есть у нас сейчас вакцинировали уже гораздо больше вакцинировали вам миллион семьсот это происходит рост заразившихся происходит из-за того что нарушается карантин то что если это не такой карантин как был тогда когда все вообще из дома не выходили а типа такой расслабленный карантин из-за этого но который да да но смотри по сути ты заболеваешь когда контактируешь с больным то есть карантин по идее максимально изолирует тебя от людей чтобы ты не с кем не мог контактировать физически то есть и ну но самая проблема как я понимаю это было то что отставили открытыми школы и то есть дети они все приходят дети не болеют но вирус переносят и то есть дети приходят в школу там все перемешиваются обмениваются вирусами приходят домой заражают родителей плюс дети не соблюдают никаких ограничений то есть они не носят маски не моют руки да да это реальная проблема я не люблю эту тему конечно я сейчас хотим перейду короче к нелюбимой своей теме то есть да но в реальности опять-таки у нас заболеваемость в основном секторе сейчас у ультра-ортодоксов то есть типа даже арабский сектор где тоже плотно живут он не так не так болеет то есть светский арабский сектор никак ортодоксы увысь просто по заболеваемости то есть тут тоже нету ну то есть опять таки я здесь не ищу проблем в религии как бы я еще проблема в том что они бедные очень плотно живут то есть них там в квартире живет на 10 человек там в двухкомнатной в трехкомнатной там из них там да мама папа 7 детей 8 детей в таком ключе то есть разумеется они не могут не заболеть даже просто если они живут в доме то есть они вышли всей семьей за едой дети там переобщались с другими детьми будет пути в магазин грубо говоря заразили родителей то есть без этого никак не получается то есть но из-за того что правительство у нас такое сейчас вами слабая очень сильно никак она не может закрыть не всю страну просто потому что они боятся что за них там не проголосуют ортодоксы то есть ну короче политические причины не дают нам жить нормально вот в израиле активно ведется вакцинирование уже вакцинировали 20 процентов населения что рекордно по всему миру то есть на душу населения израиль впереди всех причем намного только нужно сказать что вакциниры сделали только первую прививку для того чтобы выработали сантитела все производители вакцины говорят что нужно сделать две прививки с дистанции там в 2-3-4 недели вот и но еще больше не то что большое определенное количество израильтян которые сделали первую прививку они подумали что они теперь бессмертные типа как капитан америка его тоже сделали прививку и он теперь супер сильный вот и они подумали что теперь их ничего не возьмет они вышли на улице активно естественно по очень большое число заражалось вот несмотря на первую прививку потому что антитела еще не успели выработаться вот но тем не менее вакцинировали большое количество людей и какой-то момент даже закончились закончились прививки файзер но наше государство это не только премьер-министр но и все там система здравоохранения добились от файзера того что нам выделят еще вне очереди несколько миллионов вакцин чтобы мы смогли продолжить вакцинировать обильно вакцинировать все население нетаньягу пафосно заявил что в марте уже вакцинирует вообще сто процентов населения всех всех кто хочет всех кто не хочет не знаю не будет вакцинировать или нет но в общем всех вакцинировать марту обещал что в марте мы победим коронавирус вот так вот приготовьтесь да там если правильно помню понял что я читал что после первой прививки там у половины людей примерно вырабатываются антитела после двух прививок уже у девяносто пяти процентов то есть ну так это работает поэтому да конечно нужно обе 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 дозы сделать причем как я знаю что достаточно много людей которые по идее у нас прививаются сейчас в основном стариков и там врачей и но тем не менее бывают способы привиться тем кто и не старик и не врач и поэтому это как традиционный как его конкурс кто здесь кто не фраер типа то есть все еще способы привиться вот но с другой стороны я так думаю если честно нормально что так вот то есть то что люди ищут идти привиться у них есть мотивации все остальные видят что все ищут как привиться то есть это работает против антипривошника скажем так они видят ажиотаж понимает что возможно не там меньшестве и никто не хочет быть фраером и я думаю что антипривебивочник хочет быть фраером гораздо меньше чем я думала даже на асс мс к прийти от больничной класса я не знала что можно так ну как минимум я надеюсь что меня повестят Voilà повестят об этом официальные источники. Не, ну что, ты можешь сам как-то... Короче, да, должна прийти, но смотри, то есть, во-первых, у них есть остатки, то есть там такая система, что вакцины размораживают по 5 штук, и если не приходит тот, кто должен вакцинироваться, то вакцина теряется, ну в смысле ее выбрасывают, потому что нельзя заморозить обратно, это Pfizer. Вот, и поэтому часто к концу дня есть вакцины, и можно прийти в больницу, там поныть, и тебя привьют, потому что остались вакцины. То есть, бывает, что в маленьких городах особенно, когда-нибудь там мэр пишет, что чуваки, остались вакцины, срочно все бегите в больнице, чтобы там жмыхнуться, ну в смысле, ужалиться, короче, вакциной, потому что, ну потому что типа, потому что они пропадут. То есть, в таком ключе, то есть, ну нормально, я считаю, что все хорошо. Да, все так, и я читал, израильские журналисты выяснили, почему Израиль столько получает вакцин, потому что нужно это всем, и в Америке, и в Европе, и в Великобритании, все сложно. Сказали, что вот израильские все органы хорошо сработали, и они, можно сказать, наныли, вот как ты говоришь, люди ноют о том, что прививите меня, пожалуйста, так и Израиль. И для компаний выгодно сейчас давать, поставлять Pfizer, выгодно поставлять в Израиль, потому что в Израиле хорошо настроено, во-первых, маленькое население, 10 миллионов человек, плюс-минус, можно быстро всех привить и показать, что вакцина работает, то есть, если люди победят коронавирус. Во-вторых, это то, что в Израиле выстроена неплохая система здравоохранения, в том плане, что очень быстро можно всех привить, то есть, у всех есть больничные кассы, у всех есть смс-ки, каждый может легко записаться, прийти и сделать, то есть, более-менее здесь все организовано, выстроено. И я думаю, что для самих компаний, такой как Pfizer, наоборот, выгодно, чтобы Израиль как можно быстрее всех привил и показать всем наглядно, вот смотрите, в Израиле 10 миллионов человек, там, плюс-минус, привилась, и они не болеют коронавирусом, давайте все покупайте у нас вакцину. Ну, и кроме того, что Лев говорил еще до этого, что в Израиле, Израиль покупает Pfizer, по-моему, чуть ли не в два раза дороже, чем все остальные. Вот, то есть, здесь еще и, собственно, финансовая ситуация тоже влияет. Ну, да, я считаю, что в этом плане Израиль делает все правильно. Да, я согласен. То есть, ну, потому что это хорошо, и для имиджа, и для всего. Единственное, что забавно, что Эдельштейн в интервью сказал, что единственный, кто знает, сколько вакцины вообще нам привезут и должны поставить, это Нитаньягу. То есть, у нас Нитаньягу занимается вообще всем, ну, и это, конечно, ужасная слабость уже израильской системы, что, типа, ну, на одного человека замкнуты все решения, точнее, он сам на себя не замкнул, чтобы получать максимальные бенефиты, там, политические от того, что от этих решений, но при этом, то есть, ну, я считаю, что это плохой пример карты. Ну, это Эдельштейн, вот я, ну, слышал, что другие израильские журналисты, которые выясняли, сказали, что там ни один Нитаньягу, то есть, там работал, там, чуть ли не Моссад, и все на свете, то есть, Министерство здравоохранения, они вели переговоры, то есть, там все завязано Нитаньягу, естественно, Нитаньягу очень выгодно показать, что вот он один пришел и все порешал, вот, это идет ему в плюс перед выборами, что, смотрите, вот я нам, все там люди страдают от коронавируса, я нам намутил, значит, прививки быстрее всех, то есть, я думаю, что здесь такой нарратив еще усугубляется. Да, наверное. Вот, но тем не менее, нужно дать ему должное, сумел, смог, тут, ну, нечего душой кривить, вот в этом плане все хорошо. Значит, была недавно новость про то, что палестинскую технокоролеву арестовали после рейва в мечети, значит, кого у нас называют палестинской технокоролевой, это, значит, я думаю, что робота, который управляет. Нет, не угадал. Нет? Еще идея. Извините. Это палестинская техноматка, это не перебыл. А, техноматка. Значит, есть такая диджей Саму Абдул Хадиб, она известна как диджей Саму, ее называют, собственно, палестинской технокоролевой, и рейв произошел в мечети Наби Муса, и, значит, вечеринка прошла 26 декабря и вызвала змущение в политических кругах, так как на мероприятии присутствовали молодые палестинцы, израильские арабы, и они все распевали алкоголь, слушали электронную музыку, господи. И, в общем, ислам же запрещают употребление спиртных напитков, это, видимо, единственная проблема, которая смутила их в этом всем мероприятии. И совместные танцы мужчин и женщин. В общем, хотя организаторы заявили, что разрешение на проведение такого рейва было получено, но, в общем, да, девушку арестовали, но уже по данным ее выпустили, то, что я последнее видела новости, и она уже не в тюрьме. А сама вот эта вот диджей, ей 29 лет, и, в общем, она, ну, достаточно известна вот среди немногих палестинских диджеев, которые имеются, она прям популярна среди рейверов. Так что вот такая вот новость. Но вообще звание технокоролевы, это прям, ну, это круто. Это же, ни один комикс за такого еще не додумался. Было бы круто уже нарисовать комикс про технокоролеву. Еще и палестинскую. Огонь, нет? И пришла бы Галь Гадот, чтобы ее сыграть. Правильно? Да, конечно. Галь Гадот – это израильская суперлезда, да. И было бы отлично. Есть проблемы с этим. Да. Короче, про мечеть еще интересно, что это мечеть, в которой мусульмане и христиане, если не ошибаюсь, верят, что в ней похоронен, господи, Моисей. Да. Евреи в это не верят, евреи говорят, господи, чушь какая-то, Моисей вообще не там похоронен. Я не знаю, где похоронен Моисей, по еврейской традиции. Но, короче, просто забавно. Мне кажется, что Моисей бы одобрил. То есть... А, да? Это у Маши своя еврейская традиция. У Маши своей традиции, да. То есть, Моисей такой, елки-палки, я провел вас через пустыню, провел вас через воду, соответственно, ну, потусуйтесь, чуваки, что такое у вас технокоролева. Я сам восстану, потанцую. Какого черта? Ну, короче, да, палестинская араба скучная, поэтому... Ну, я радуюсь с руководством. Интересно, как она... Ну, ее же посадили в тюрьму на какое-то время. Как к ней относились на зоне, она типа входила. Я здесь королева. Забавно. Но ее арестовали, насколько я понял, палестинцы. То есть, не израильская полиция, а именно палестинская. Ну, так это все происходило на территории палестинской астрономии. Это, по-моему, территория С, то есть, там, где контролируют все равно Израиль территорию. Вот. Ну, насколько я понял, Израиль просто не стал мешать этому задержанию, ничего. То есть, это все палестинцы сами делали. Вот. Так что все остается на их совести. Тут Израиль ни при чем. Угу. Вот так работает право по Пагану. Но когда Гальгадот захочет снять про это фильм... Извините. Так удачно совпало, что герметичный карантин совпал с судами над Биби, которые должны были пройти. Но суды перенесли, потому что оправдание было такое, что у нас тут карантин, коронавирус, некогда судить премьер-министра. Вот. Так что их перенесли на неопределённое время, то есть, нет конкретной даты заседаний. Вот. Так что их перенесли. Но буквально вчера вышла новая новость, что Арьедери, это наш министр внутренних дел знаменитый, что ему будут предъявлены обвинения в налоговых мухлеваниях, ну, мухлевания с налогами. И вот. Его ещё обвиняли во взяточничестве, в мошенничестве, в... Ещё там много чего было, то есть, ему предъявляли. И в итоге решили, что будут судить его только за налоговые махинации. Вот. Нужно напомнить, что Арьедери когда-то уже был обвинён в мошенничестве и коррупции и отсидел два года в тюрьме. Вот. Но это не помешало ему выйти из тюрьмы, баллотироваться и стать министром внутренних дел вторую каденцию подряд. Да, он лидер партии ШАС, ультра-ортодоксальный. Они очень горячие эти союзники Нитаньягу. То есть, грубо говоря, сейчас, если говорить про политику вкратце, то там, ну, пока непонятно, что происходит, скажем так, потому что сейчас период, когда все передоговариваются, ищут новые союзы и прочее. Но, по крайней мере, сейчас известно, что блок Нитаньягу и Ортодоксов, он пока всё ещё крепкий. То есть, Ортодоксы говорят, что мы с Нитаньягу, то есть, мы его поддерживаем и прочее. Кто там, кто к этому блока может добавиться, пока не совсем понятно. Вот. Да, вот так. Сегодня суперкороткие новости о политике. Маша, надеюсь, ты довольствовала. Да, отлично. Давайте расскажем теперь про очередную рубрику «Израиль и кокаин». Значит, мы помним, что израильские барыги очень сильно жаловались, что из-за коронавируса, из-за крытых границ они не могут завести кокаин в Израиль, чтобы порадовать местную интеллигенцию. Вот. И тут недавно перехватили крупную партию кокаина в порту Аждода. Вот. Полиция. Задержали груз кокаина на 250 миллионов шекелей, полтонны. Его пытались провести под видом бумаги. Вот. То есть, возможно, из кокаина можно потом сделать бумагу, я не знаю. Не пробовал. Вот. В целом, вероятно. Задержали каких-то людей, какого-то мужичка, которому 50 лет. Вот. И там дальше ещё будут разбираться. Но видим мы, что коронавирус... Мужичка. Мужичка маркоборончика. Мужичок около 50 лет на 250 миллионов шекелей привёз кокаин. Но я не уверен, что конкретно он был заказчик и оплачивался. Возможно, он просто там был замешан в этой схеме какой-то. Вот. Но что мы можем сказать? Что закрытие границ не мешает людям проворачивать бизнес. Вот. Мешает только полиции. Ну, как не мешает? Мешает. Видишь, кокаин перехватили, перехватили. Ну, это полиция виновата. Я не думаю, что виноват коронавирус. Хорошо. Но, возможно, если бы не коронавирус, они бы удобнее в жопах провозили его. И знаешь, почему? Мне кажется, есть... Я так скажу. Вот политика, политические новости в последнюю неделю очень сильно сбавили обороты. То есть, из сторон, чем все как бешеные. Договаривались, передоговаривались. То, сё, туда. Я с этим, ты с этим, я с этим. Меняем союз, уходим сюда. То последнюю неделю... Никакой активности. Вот. Я думаю, что это за то, что кокаин не привезли. У них нет энергии. Они такие, блин, нужно избираться, но у меня нет сил. У меня вообще нет энергии. Мне нужно поправиться. Вот. Посмотрим, смогут ли наши политики функционировать на Мефедроне. Есть у меня сомнения. Ну, просто Мефедрон внутри делают. Он простой очень, насколько я знаю. Для него не нужно выращивать коку. Да, я не знаю. Я просто варю винт у себя на кухне. Давайте поговорим ещё про тему, которую мы затронули в прошлый раз. Это про подростка, который погиб во время преследования полиции, перевернувшаяся машина и погибший парень-поселенец, который бросал камни в арабские машины. Да. Там просто, на самом деле, не то, что тема развивается. Там как бы развиваются протесты против неё. То есть поселенцы и сочувствующие поселенцам протестуют очень активно. То есть у них есть как акции в разных городах. То есть они в Тель-Авив сейчас приезжают, и в Иерусалим перед полицией бастуют, и фонтан на площади дизингов они окрасили в красной... Воду в фонтане. В смысле, в воду в фонтане, да, она красная, типа кровь гуви сандака, короче. То есть, ну, в таком ключе. Вот. На самом деле, в самом расследовании пока не совсем мало что понятно. В том плане, что поселенцы наняли частного расследователя, бывшего полицейского, там, какого-то высокого, который сказал, что, типа, смерть в результате того, переворот машины и смерть наступили вследствие того, что они все-таки были протаранены полицейскими. Вот. То есть полицейские протаранили машину, и поэтому она перевернулась. Но полицейские... Пока что полицейским не предъявлены обвинения, никакие обвинения предъявлены подросткам. То есть вот такая вот история. С моей стороны, хочу сказать, что, конечно, очень сильная политизированная история. То есть, ну, грубо говоря, неизвестно, насколько объективен эксперт, которого они наняли, да, то есть, возможно, он тоже сочувствует поселенцам, поэтому там... Короче, сложно сказать, насколько это все объективная информация. Лично я считаю, что, конечно, нужно расследовать действия полицейских, потому что... Ну, я думаю, что... Я надеюсь, что у полиции Израиля есть какие-то протоколы, когда им можно делать одно, когда им можно делать другое. И то есть, я думаю, что, возможно, таранить машину, если такое не супертяжкое преступление без смертей, допустим, без поколичных людей, то, может, не нужно было таранить машину. Но, с другой стороны, кидание камнями – это тяжкое преступление. И вот, по-моему, ты рассказывал, не ты рассказывал про то, что Беннет... На вторник Беннет критит. Да, я прощаюсь. Ну, да, что он... Говно, я повторю просто то, что ты рассказывал. Теперь я буду казаться умным. Хорошо? Да, да, конечно. Беннет в прошлый раз, когда судили арабовских подростков, которые бросали камни в юристские машины, он хотел приравнять это действие к терроризму. Ну, то есть, это суды и очень большие сроки заключения. Ну, естественно, если мы рассуждаем с этой позиции, то, разумеется, юристские подростки тоже совершили очень тяжкое преступление от терроризма, поэтому, возможно, таран их машины оправдан. Потому что, если бы арабов, которые террористов преследовали, их бы таранили. То есть, как бы, в общем, ситуация странная, ну, и нужно, конечно, разбираться... Единственное, непонятно, почему никто из политиков не высказывается на эту тему, несмотря на то, что... В смысле? Почему, по-моему, Беннет высказывается? Что он говорит? Ну, они, но, скажем так, они не яростно высказываются. Ну, Беннет, по-моему, и эти самые смотричи и прочие говорят, что, конечно, это позор полиции, нужно расследовать, нужно отпустить подростков, которые под заключением сейчас нужно воспреждать дело против полицейских. Они это говорят. А, да? Извини, потому что это прошло мимо моей повестки, ну, тогда мне проще будет на выбор. Я ещё хотел добавить, что ты говорил про протоколы, зная, как всё работает в Израиле, я уверен, что все эти протоколы зависят от того, кого спросить. Если ты спросишь у одного, скажут, конечно, а второй скажет, да, нам было просто взрывать всё. А третий говорит, ну, нужно было подать им гранату вместо камней. Поэтому здесь всё... У нас в Израиле всё достаточно условно, вот, и люди любят полагаться это на момент. Что в моменте придёт в голову, то они и делают. Сегодня мы прям очень быстро идём по новостям. Одна новая за другой сменяет её. И вот мы дошли до культ просвета. Ду-ду-ду-ду. Мы смотрели с вами фильм, который называется «Мотивации ноль». Сейчас я прочитаю вам. Автобиографически. Очень красиво. Это, да, фильм описывает машиносостояние. Я прочитаю то, что написано на Кинопоиске. Зор и Дафи – лучшие подруги, служащие в администрации артиллерийской базы на юге Израиля. Дафи ненавидит удалённую базу в пустыне и отчаянно пытается перевестись в Тель-Авив. Зор не волнует месторасположения базы, её главная забота – потерять девственность. Она боится остаться без подруги и готова на всё, чтобы её остановить. Административный офис может быть наиболее скучным и незаметным местом на планете, но степлер с первого акта обязательно выстрелит в третьем. Вот такое описание даёт нам и Кинопоиск, слишком, мне кажется, пафосное. По большому счёту фильм идёт про военную базу в Баршеве и про девушек, которые там служат. Они служат секретаршами. Основная их задача – это приносить кофе офицерам и хранить бумаги, всякие обходные бланки. В общем, заниматься макулатурной работой и в Шрёдере уничтожать документы. Вот, собственно, об этом этот фильм. Давайте вкратце расскажите, как вам вообще. Мне фильм понравился. Я его ещё пытался посмотреть немножко через феминистическую оптику. Сэреста мне не очень понравился. Ну, как-то там всё это больше похоже на выживание женщин в мужском мире. Ну, в плане в армии, да? То есть, хотя армия Израиля – это не мужской мир. То есть, там много женщин, которые принимают решения и прочее. Но, в самом деле, комедия хорошая, шутки смешные, девочки очаровательные все. То есть, там показано… Они очень сильно показали разнообразие армии. То есть, потому что израильская армия – это павильный котёл. То есть, туда попадают все. То есть, там у них была девочка типа там Арсид – это которая гопница такая израильская. Там была девочка русская. Ну, в смысле, видимо, дочери патриантов, потому что она очень хорошо говорит на иврите, но с акцентом таким стальным русским. Вот. Ну, и, в принципе, они с разных концов все очень разные. Это прикольно. То есть, я от самого фильма получил удовольствие. Смешная комедия. Казалось, что она как-то не очень реальная. Ну, в плане всё-таки это фильм. То есть, но были вещи, которые, короче, меня… Заставляли меня не верить в происходящее. То есть, я не верил, допустим, что от выстрелов на военной базе не прибегут люди, скажем так, например. Ну, да. Вот. Но в остальном фильм очень хороший. Мне очень понравился. Ну, очень милый. Да, мне тоже понравился фильм. Он смешной. И ещё, ну, забавно. Я, конечно, не знаю, окрестила ли Мири Регов этот фильм как просто опять какой-то, ну, ужасный… Антиармейский, скорее, я бы сказала. Потому что вот фильм «Фокстрот», да, который Романа тоже очень неравнодушна в кавычках была, который показывал армию тоже как там, ну, вот этот пункт опять где-то в пустыне, где им нечего делать, они сидят. И там только верблюд, которые проходят через их блокпост. И вот, ну, то же самое. Я вижу какую-то такую отсылку, что вот в армии есть вот эти девочки, которым, ну, придумали должность, да. То есть, ты бумаги пропускаешь через этот Шрёдер, короче. В общем, ну, какая-то выдуманная должность, о которой, собственно, ей и говорят, что важности в этом как будто, ну, нет, никакой, в общем. И это такое забавное, ну, забавное наблюдение, как израильские режиссёры показывают армию, да, и своё отношение к ней. А всё остальное, но юмор, и, в общем, картина цельная, там, с некоторыми такими интересными сценами и решениями. И ещё, ну, мне понравилась, наверное, идея вот этой вот какой-то мечты, куда ты очень хочешь попасть, но не факт, что там, ты не знаешь, что там, да, но вот ты прям, ты живёшь этой идеей, и она настолько тебе... Я правильно понимаю, что ты сейчас про девочку, которая хотела учиться с девственностью, я сейчас говорю, да? Нет, Лев, я говорю про девочку, которая хотела попасть на эту военную базу в Азриэле, но девочка с девственностью... Ну, они друг друга стоят так-то в силе своих стремлений и пути, которые они находят для реализации, они, в общем-то, стоят друг друга, я думаю. Так что, да, фильмы всем смотреть. Не зря все смотрят в Ульпанах, я не знаю, почему я пропустила. Я не смотрел в Ульпане, я тоже не смотрел в Ульпане. Фильм хороший, я всем реально рекомендую, потому что он про армию, он смешной, то есть, ну, я верю, что, ну, возможно, не настолько, как бы, как сказать, то есть, мощное разгильдяйство и неподчинение офицерам, возможно, в армии, но думаю, что поменьше, да, возможно, потому что израильтяне – это люди, которыми очень сложно управлять, мне кажется. Я бы ни за что не хотел управлять израильтянами. Если честно, персонажи очень милые. И единственное, что мне резонуло, что вот их командирша, их почтового отделения, ну, естественно, почтового отделения их офиса, как ее звали, господи, Кава? Рама. Рама, да. Ну, то есть, у нее какая-то, она только рава на них, у нее вообще не было никакой позитивной мотивации. То есть, ну, типа, мне было странно, что командир никого не похвалил ни разу за весь фильм, скажем так. Ну, да, там показано, что она очень хотела подняться в должности, но не пошла. Да, и поэтому, да, не пошла. Да, я фильм смотрел раз, наверное, три или четыре, и во многом как раз, когда я только приехал в Израиль, был на разных программах, там, и в одном Ульпане, и во втором Ульпане, то есть, везде его показы очень часто, это такой пример, там достаточно простой еврит, то есть, не нужно быть сверх продвинутым, чтобы его понимать. Вот, фильм смешной, фильм показывает Израиль, и я еще подумал, что, наверное, Квентин Тарантино очень впечатлился этим фильмом для того, чтобы снять свой однажды в Голливуде, потому что в этом фильме точно так же, у тебя три четверти фильма диалоги идут, и в конце у тебя просто идет бешеная перестрелка, экшен, вот, это перестрелка на степлерах, мне очень понравилась, с дракой в офисе, она была очень эпичная. Да, да, согласен. Мне понравился фильм, да, реально очень смешной, вот такой, очень жизненный, каждый найдет себя в этом фильме. Я Ирена. Ирена такая, а, Ирена, ну да, известно, да. Ирена, это русскоязычная, которая, да. Русскоязычная, она очень комичный персонаж, причем это актриса, она очень много снимается в израильских фильмах. Вот. Мы еще пока не выбрали следующий фильм, который мы будем смотреть, вот, я думаю, что мы определимся уже по ходу, может быть, мы напишем просто в описании к выпуску, что мы будем смотреть дальше, если мы к тому моменту уже выберем что-то. Самая важная рубрика, простите. Да, давайте перейдем к самой важной рубрике. Что там по культуре? В общем, да, я собрала, кстати, сейчас очень много опенколов, вот как у нас, чем карантин герметичнее, тем больше опенколов. Давайте вот такую проведем параллель. Я нашла вообще их четыре здесь, но на самом деле, я, наверное, скажу, какие-то самые такие крупные. Еще следите, напоминаю, о телеграм-канале, нашим постербуд, где мы собираем подборки, и там вот практически каждую неделю что-то появляется. Значит, первое – это фреш-пейнт, о котором мы уже не раз упоминали, и вот наша гостья Катя Фрицалис, которая у нас была художница недавно, она была участницей вот этой теплицы художников, да, и сейчас эта ярмарка современного искусства фреш-пейнт объявила опенкол для художников, которые хотят на следующий год, уже на этот год, в 2021, попасть вот в эту теплицу. Это до 7 февраля, можно подать заявку. Заявка платная, она стоит 148 шекелей. Важно, чтобы у художника было хотя бы 10 работ, которые выполнены за последние 10, ой, извиняюсь, 2, за последние 2 года. Это большой старт для начинающих художников, так что если вы современный, молодой, активный художник, то подавайтесь и пробуйте. Ещё один опенкол – это некая такая лаборатория, которую я раньше не слышала, ArtSpace в Тель-Авиве на Герцере 119. У них есть такая годичная программа, можно сказать, по типу резиденции, где вам выделяют место под личный проект. И там в течение года проходят ещё разные коллаборации между другими художниками, которые участвуют в этом проекте. И выставки для художников, которых отобрали. Там есть такое условие, что для участия в этом проекте у вас должно быть хотя бы… Ваши работы должны хотя бы быть в прошлом отобраны для трёх групповых выставок или у вас была одна хотя бы персональная выставка. Это один из таких критериев. И ещё там есть такая штука, что 340 шекелей в месяц вы платите как бы за эту программу. То есть, я так понимаю, туда входит помещение, где вы работаете. И плюс вся кураторская поддержка и все вот эти выставочные проекты, которые будут проходить в течение года. Подача туда до 30 января. То есть, на самом деле, времени уже не так много. И ещё один open call иерусалимский. Когда я ездила до карантина в Иерусалим, я там набрела на улице на такую большую уличную фотовыставку. Это делает её проект Black Box. И они выставляют на улице Яфа в Иерусалиме, Яфа 97, если я не ошибаюсь, такие большие lightboxes с огромными фотографиями. Это всё выглядит очень качественно, с хорошей печатью, хорошая такая экспозиция. И вот сейчас этот проект объявляет open call для фотографов, художников или кураторов, у которых есть идея проекта. И до 7 февраля можно податься на участие. Так что тоже рекомендую, особенно если вы фотограф, это выглядит профессионально такая выставка и привлекает много прохожих к такому искусству. И последний open call, маленький, это La Culture, проект Тель-Авивский. Такой крутой, хипстерский. Они объявили open call для художников и дизайнеров на создание постеров размера 50 на 70 сантиметров для их виртуальной выставки и на тему трансформации. Приём до 1 февраля. Да, вот всё. Четыре open call на одном дыхании. Спасибо, Маша. Всё для вас, дерзайте. Прикольно. То есть реально связано с тем, что стало меньше, точнее из-за локдауна столько заявок или столько выставок? Ну, я наблюдаю, что у меня такое впечатление, что да, то есть мэрия пытается что-то придумать, какие-то open call, только локдаун, то есть как будто какие-то там движухи по поддержке музыкантов или что-то себе вижу, какую-то такую тенденцию, мне так кажется. Потому что либо я свой вектор зрения смещаю с мероприятий, которых нет, правильно, уже оффлайн, то я как-то ищу, что можно полезное, интересное найти и как-то чаще натыкаюсь на open call. Но всё же я связываю, хочу, наверное, связывать это с тем, что всё-таки государству не плевать на развитие культуры. И в локдауне они подкидывают какие-то возможности для художников и прочих творческих ребят. Да, было бы неплохо. Давайте скажем спасибо всем нашим слушателям, всем нашим патронам особенно, которые поддерживают нас на сайте Patreon. Да, огромное спасибо, очень тяжёлое время. Да, можете поддержать нас на сайте patreon.com, есть ссылка в описании. Будем вам очень благодарны за любую поддержку. Будем стараться делать ещё какой-то дополнительный контент для наших патронов. Кроме того, что у нас есть еженедельная рубрика «Пятничные евреи», где мы рассказываем что-то интересное за неделю. Вот то, что не попадает в подкаст. Давайте посмотрим, есть там вопросы или нет, Лев. Да, вот сейчас как раз смотрю форму с вопросами. У нас в каждом выпуске есть ссылка на форму с вопросами. Так, давайте так, послушаем. Привет, живу в Израиле, люблю вас слушать. Это ещё клёво. Служу в армии, пишу накануне третьего локдауна. Из-за короны Измил пропадает любое желание выходить на улицу и постепенно превращается в Сыча. Гражданская жизнь становится грустнее, чем армейская. Вопрос такой, как выходить на улицу и радость жизни на гражданке во время локдауна? Охренеть. Ну, у меня нет... Давайте я расскажу свой опыт, он не позитивный вообще. То есть, ну, я думаю, те, кто смотрит видео, версии подкаста, знают, что я не самый спортивный человек в мире. То есть, я не Усейн Болт, я не Криштиану Роналду. Но, тем не менее, до, скажем так, до коронавируса, в эпоху до коронавируса, когда я еще ездил в офис, понимаете, да, я настроил себе какой-то, ну, уровень физической активности, который меня поддерживал в форме. То есть, я много ходил, там, выходил из-за пары станций, там, до дома, ну, поездов ходил пешком. То есть, ну, короче, в итоге у меня была некоторая спортивная форма. На этой неделе мы решили с подругой немножко начать заниматься спортом. Это из-за того, что она нашла баскетбольную площадку в трех минутах от ходьбы от дома. То есть, я до этого искал ее три года, тут не нашел. Но, вот, Маша нашла ее за три, сколько там, месяц. Вот. И, соответственно, мы стали трех ходить играть в баскетбол, мы этим увлеклись, мы ходили каждый день, и после трех дней я умер вообще весь полностью. То есть, физически истощен. И понимаю вас, господин товарищ слушатель, не знаю, как зовут, абсолютно просто нету мотивации выходить. То есть, ну, реально можно выходить играть в баскетбол, можно выходить пешком там вокруг района, что угодно можно делать, но мотивации абсолютно нету. И я пока вообще не нашел для себя этой мотивации. То есть, я знаю, что мое здоровье кончается, что я умру в 40 лет, но, тем не менее, это пока не является мотивацией выходить из дома. Так что, друзья, пожалуйста, если в комментарии можете написать, как вы заставляете себя выходить из дома в эти дни сейчас, локдауновские, да, то и я буду благодарен, и вот слушатель нашего подкаста будет благодарен. И я буду благодарен, потому что я тоже пока не нашел ни одного повода, чтобы выходить на улицу. Тем более, открылся, ну, я использую всякую доставку еды на дом, вот, и поэтому нет никакого, ни одной желания, ни одной потребности выходить из дома. Не знаю, я могу сказать, что, например, если вдруг вы любите фотографировать, но даже если не любите, то это, ну, какая-то очень прикольная штука, и, возможно, даже есть приложения, то есть, они, невозможно, точно есть, которые вам дают задания каждый день, чтобы что-то, ну, прикольное в мире такое заприметить, сфотографировать и загрузить в это приложение, где, ну, все выглядит так достаточно прикольно, интересно. То есть, да, это может какая-то такая игра, и, возможно, для этого все-таки нужно иметь какой-то интерес, там, не знаю, к творчеству и какой-то такой визуальной эстетике, но такие занятия, может быть, как-то могут вовлечь в наблюдение за окружающим миром. И еще, когда зима такая солнечная, как сейчас, то погода, не знаю, очень крутая, и там я сегодня вышла в какой-то магазин, и потом просто засела в парке, наблюдая там за людьми, за собаками, не знаю, просто сидела на солнце и кайфовала где-то часик, но я не знаю, сколько это сильная мотивация, но словить солнце, почти в середине января, прикольная штука. Да, погода потрясающая была сегодня, совершенно правда. Ну вот через недельку она еще используется, и будет совсем плохо. Вот, я просто отвечаю Маше. Спасибо, очень оптимистично, Лев. Да, и у нас еще один вопрос в форме есть, спасибо огромное за вопросы, давно их не было. Привет. Известно ли вам, ребята, успешные кейсы переезда в Израиль не евреев и не супругов евреев? Обожаю Израиль, учу еврит, но кажется, шансов переехать, да и просто пожить во стране у меня, как не еврейки, нет. Ну, пожить так, чтобы поработать здесь легально, скажем так, переехать сюда без статуса, без еврейства сложно, честно скажу. Я знаю, что какие-то рабочие визы должны быть, но они, мне кажется, нет на самом деле. То есть я кейсов не знаю. Все, что я знаю, связано с репатриацией, перевозом супругов, супруг и прочих. То есть ничего такого нет. Но, конечно, вы всегда можете приехать на 3 месяца, гражданка России или Украины или какой-то такой страны, можно приехать на 3 месяца без визы спокойно здесь пожить. То есть это точно можно. Попрактиковать еврит и так далее. Если приедете, то пишите, мы погуляем. В смысле, позовем какую-нибудь тусовку, как минимум. У меня есть опыт... Если они будут таким покрытым. Я думаю, что если человек сможет прилететь в Израиль не будучи гражданином Израиля, то уже можно будет что-то и делать, кроме этого организовать. В общем, у меня есть опыт знакомства с всякими людьми, которые проживают в Израиле, не являясь не евреями, ничего такого. Нелегальная эмиграция присутствует. Особенно люди, которые в украинском термине есть такой зарубитчаны, которые приезжают сюда на заработки. Многие приезжают сюда и пытаются здесь оформить справку о беженстве. То, что делают многие эритрейцы и африканцы. Делают то же самое. Например, украинцы, я знаю, которые приезжают и говорят, что вот у нас там война, хотя они живут вообще в другой части за тысячи километров от войны. Но они всё равно говорят, вот у нас война, и мы хотим остаться в Израиле. И им дают какую-то там справку эту, что они могут там или год, или два они могут жить в Израиле. Здесь они работают там на херовых работах, но пытаются вот там за два года, не знаю, пожить, заработать какие-то деньги и уехать обратно. Вот поэтому такая схема тут есть. Но ещё один вариант – это, естественно, пройти геюр, вот, стать евреем и остаться жить. Вот, пожалуйста. Маш, знаешь, что-нибудь на эту тему? Нет. Окей, да, про заработка, да, есть такое, что люди приезжают в этой визе на три месяца, остаются здесь нелегально работать, зарабатывают какие-то нормальные деньги относительно там Украины, России, то есть, ну, и чем как бы, чем дальше от Москвы, я думаю, тем это будут более вменяемые деньги. Но это нелегальный мир, я бы его не рекомендовал. Нет, я тоже не рекомендую, просто рассказываю, что видел, что знаю. Вот, но ещё я знаю, есть какие-то раньше, во всяком случае, до коронавируса были программы волонтёрства в армии, то есть, можно было приехать, даже не гражданам и не имеющим право на репатриацию, можно было приехать там, поволонтёрить в околоармейских каких-то сферах, вот, там тоже это какие-то программы, там, типа на три-на-шесть месяцев, вот. Ну, мне кажется, даже в кибуцах принимают волонтёров из других стран. Да, в кибуцах. Ну, вот тоже тот кибуц, который рассказывал, там с финиками, там очень много ребят из Германии, по-моему, Австралии, то есть, прям это всюду. Так что можно, правда, проверить вот этот вариант ещё. Да, можно про какие-то волонтёрские программы, вот, я думаю, что какие-то опции точно есть. Да, да, но это, опять-таки, это не переехать в Израиль, это приехать на некоторое время, то есть... А потом найти себе супруга или супругу и стать... Вот вопрос был как-то не через супругу, то есть, как бы не через постель это сделать. Очень сложно ответ. Тогда через Ги-Юр, ну, естественно. Да. Ещё что-то? Всё, это последний вопрос из формы. Да, всё, если вы хотите что-то спросить, пишите, если не хотите спросить, хотите что-то сказать, говорите, вот. Всегда рады почитать, спасибо всем за тёплые слова, спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто ещё не слушает, но будет слушать потом, вот, всем всё равно спасибо. Спасибо, пока. С вами был Макс, Маша, Лев, вот, и услышимся через неделю, пока-пока. Да, ещё раз спасибо Яше, который это сведёт, я надеюсь. Да, Яша, если ты не сведёшь, это на твоей совести. Bye. Bye.